МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Восточной Сирии просят Россию защитить их от протурельских боевиков. Фонд природы Кавказа передал Хасровскому заповеднику 87 тысяч евро. На фреско была показана программа «Из Иерусалима в Тавуши. Ознакомимся с армянским Иерусалимом». Пожарные продолжают тушить лесной пожар, вспыхнувший в провинции Аданак и Лигеи в воскресенье. Очаги пожара находятся в горной местности неподалеку от исторического СИСа. Около 800 домашних хозяйств из шести деревень региона были эвакуированы. Сгорело уже более 200 гектаров леса, рассказал губернатор, подчеркнув, что были приняты все меры по тушению пожара и защите местных жителей. В район пожара вышли специальные подразделения, жандармии, провинция Дана и специальные службы. Первый снег за сезон выпал на горе Арарат в Западной Армении, самой высокой горе Армянского Нагорья. Недавние проливные дожди и на вершине Библейской горы упали в виде снега. В беседе с репортером Мухаммед Акуш, президент клуба фотографий, путешествий, культуры и природы, Игдыра отметил, мы воспринимаем снег на горе Арарат как предвестник зимы. Знак первого шага к зиме. Сегодня 25 августа в 22.25 по местному времени в 18.25 по Гринвичу сейсмической сетью службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в Республике Армения было зарегистрировано землетрясение магнитудой в 3,1 в 27 км к югу от города Парсаббат в Иране. Подробности представляет пресс-служба МЧС Армении. Географические координаты эпицентра 39-40 градусов, северной широты 47-90 градусов, восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 12 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла. Землетрясение ощущалось в городе Степанакерта, в Арцахе силой 2 балла. В российский центр примирения враждующих сторон Сирии регулярно поступают жалобы на действия протурецких боевиков. Особенно сильно бандиты разбушевались на северо-востоке страны, где официальная Анкара проводит военную операцию с довольно циничным названием «Источник мира». Командование протурецких формирований регулярно блокирует подачу электричества и воды на территориях, подконтрольных курдским формированием и официальному Дамаску, пытаясь таким образом воздействовать на своих оппонентов. Пока люди в галстуках занимаются политическими играми, страдают простые люди, которые хотят просто нормально жить, а не терпеть лишения. Кроме того, протурецкие боевики могут без каких-либо преград грабить местное население. Кроме того, боевики протурецких группировок расхищают как личное имущество граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудование объектов вода и электроснабжения. Фонд природы Кавказа осуществил уже второй в 2020 году финансовый перевал государственному заповеднику Мхосровский лес. Ассигнования составили около 87 тысяч евро. Об этом сообщают из фонда. Для этой охраняемой территории в начале года выделил первое финансирование, которое составило около 93 тысяч евро. На ближайшее время намечены очередные переводы другим трём, входящим в состав министерством окружающей среды Армении, ГНКО, биосферному комплексу Зангезур, Национальным парком Дилижан и озеро Арпи. Для повышения эффективности управления особо охраняемых территорий фонд продолжает софинансирование их текущих расходов, сообщает panorama.em. Седьмой международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреска» стартовал в Берде с сольным концертом под открытым небом танцевального ансамбля «Берт», за которым последовал показ программы публициста-поэта Ануш Нагащан из Иерусалима в Тавуш. Знакомимся с армянским Иерусалимом, подготовленный совместно с архимандритом Ивондом Ованисяном. Как передает Армен Пресс, Нагащан в своем выступлении отметила, что программа «Жизнь Иерусалима» в ней рассказывается о летней школе Союза армянской молодежи, во время которой произошли события в Тавуш. Седьмой международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреска» проводится с 22 августа по 1 сентября. Ереванская программа фестиваля стартует с 24 августа и продлится до 1 сентября. Она пройдет в самом сердце Еревана на улице Абовяна на территории церквей Святой Анны и Сурб-Катологии. В программе будут просмотры фильмов, концертные выступления и онлайн-встречи. В ходе фестиваля состоится долгожданный концерт. 28 августа состоится сольный концерт государственного ансамбля «Танцы Армении» 29-го юбилейный концерт, посвященный 70-летию Рубена Ахвардиана. 30 числа выступят Джован Гаспарян и его друзья. Их более чем 3000 заявок из 85 стран, представленных в этом году на фестивале. Были отобраны 63 фильма из 23 стран. В конкурсную программу вошли фильмы о гуманизме, патриотизме, о здоровом образе жизни и других общечеловеческих ценностях. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сингапур и Нагуньер и Ждуцян капелла Мартиали Самойт. Сингапур и Нагуньер Все видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!